Друзья, 22 июля. Сегодня отмечается необычный праздник, Всемирный день мозга. И у нас в гостях Арсен Брусенский, ведущий квиза. Давайте разбираться. В последнее время набирает обороты, вот так называемые квизы, с чем это едят, чем они отличаются друг от друга, что это по сути. Викторина? Да, здравствуйте. Если вы имеете в виду последнее время года 4, то да, это очень последнее время. Да, примерно столько в Краснодаре существует, зародился первый клевиз, вернее. Сейчас их насчитывается уже более 20 разновидностей разнообразных. Делятся они на 3-4 категории. Это общий квиз, где вам задают вопросы на разные тематики. Это тематические квизы, которые направлены на какое-то конкретное направление. То есть, грубо говоря, квиз по Гарри Поттеру, по Властелину колец. Ну, можно все фильмы вспоминать. Весни 80-х. Все саги можно. Да, также есть музыкальные квизы. Их тоже есть несколько разновидностей. Квизы про кино. И уникальный квиз, он у нас представлен единственный в городе, это детективный. Где вы можете расследовать преступление, прям настоящее убийство, со всеми подробностями, уликами и составлением дальше в конце игры вывода. То есть, кто убил, какая была мотивация и что случилось. А сколько длится квиз по времени? Средний квиз длится от полутора до двух с половиной часов. Угу. А градация по сложности есть какая-то? Если мы берем квиз посложнее, допустим, направленный только на музыку, это как Фредди Шоу, то это приблизительно 7 из 10. Вот. Если мы берем детектив, то это вся восьмерочка. Ого. Вот. Да, все равно нет. А 10 из 10? Нет, такого не бывает, потому что... Только что, где, когда? Только что, где, когда. Для того, чтобы каждый мог сыграть, вне зависимости от уровня образования и IQ. То есть, не только самые умные, а все подряд. А мы можем сегодня сыграть? Да. Вы можете, обязательно. Давайте пойдем. Это какой-то конкретный квиз? Да. Называется он 90-е. Да, пойдемте. Пойдемте, давайте. Я кое-что возьму, но пока вам не покажу, что. Что-то возьми, но не показывай. Это будет сюрпризом. 90-е. Друзья, значит, все, кто из 90-х, подсаживайтесь ближе, таких много. Ты застал в 90-е? Конечно. Или ты миллениал? Я застал, я еще октябренком был. Короче, значит, по идее я должен... Это 3 из 10 или 7 из 10? Я думаю, что это 4. 4. Так, 4. Хорошо. Итак, появляется так. И посмотрите внимательно на маску. И как вы думаете, реквизит какой передачи? Я думаю, что это маска откровения Валерий Комиссаров вел эту передачу. Ты помнишь? Нет. А как называется? Маска откровения сейчас... Моя семья. Моя семья. Ну что же, давайте посмотрим. Да! Действительно, можно похлопать, это моя семья. Действительно. Давайте дальше. Кошмар. Я очень боялся. И вопрос номер 2. Эти символы производились из пластмассы, металла, чаще всего из козеина, белка, сделанного из молока. Будучи маркировкой даты производства и партии молочного продукта, они часто становились объектом коллекционирования у детей. О каких символах идет речь? Это были цифры или буквы в сыре. Да? Было ж такое? Давайте посмотрим. Да, действительно. Есть! Для маркировки сыра производители использовали паша. Цифры! Цифры! Вот такие цифры коллекционировали. Ну и еще один. Максимально. Я понял. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте просто посмотрим. Это 4 из 10. Это мистер президент. Так, будем усложнять. У нас есть шокер специальный подготовленный. Это на шею? Так. Видим, Паша больше всех знает, поэтому надеваем на тебя. Не зря я сегодня... Серьезно? А там какой режим стоит? Да не переживать не сильно. Давай, Паша. Ты думаешь, это меня замотивирует? Да. На правильные ответы? Максимально. Так, все. Ай-яй-яй-яй. Все, прижали. Какой джамб. Все сделали. Но угадывать буду я. То есть, если ты не угадаешь меня... Ну, ты как видел, я почти все знаю. Ну, ты ж... Ну, проверим давай, давай проверим. Нет. Ай, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, я чуть-чуть. Все, все. Так, пожалуйста. Ну что же. Какое прозвище было у этого человека? То есть, он здесь не случайно. То есть это какой-то известный человек был в свое время. Кто же это? Игорь, пожалуйста. Ну, Паш, Паш. Ну, я не знаю, ну давай подсказку. Паш, кто это? Ну, это человек, у которого было прозвище. Так, какое? Прозвище какое? Какое? Какое, Паш? Я не знаю тоже, что за мужчина? Ну, и так, правильный ответ, давайте посмотрим. Это знаменитый япончик, криминальный авторитет. Я не знаю, Паш, ну, прости. Ай, тихо, 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 тихо. Мы просто не в криминальном районе выросли. Ну, пожалуйста, можно что-нибудь попроще, порегче? Давайте. Так, что рекламируется? Что здесь рекламируется? Сейчас узнаем. Так, люк. Да, это очень известная реклама была в 90-е. Вот что рекламируется, как вы думаете? Каска? Да, конечно. Каска. Была тогда каска? Нет, ну, каски были. Паш, ну, давай, подсказывай. Я думаю, что, я точно не помню, может быть, это АО МММ? 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 Да, ну, давай, давай, посмотрим. На самом деле, это реклама страховой компании. Да, просто человек... Не с того, чтобы падать. Не угадал, Паша, ну, прости, прости, я не специально, Паша. Сколько еще вопросов? Это был последний? Нет, наверное, еще один. Еще один? Да, еще один. Я не халявщик. Я не халявщик. Ну, давай, и будет партнер, пусть, пусть будет партнер. Пусть будет партнер. И правильный ответ. Я партнер. Конечно. Я тебя спас наш режиссер, потому что он мне подсказал. А наш режиссер уже взрослый человек. Ну что, мы возвращаемся на место. Ну, я надеюсь, это просто у нас такой квиз уникальный с шокером. Это на самом деле не больно участвовать в подобных викторинах. Можно ли проводить квизы онлайн? Да, потому что сейчас у нас такое время, многие уходят в онлайн, и вообще, как это осуществляется? Нужно проводить квизы онлайн. Да, и действительно, когда у нас был карантин, большинство квизов перешло именно в онлайн-составляющую в виде трансляции на известных ресурсах и многие команды. Появилась возможность объединить Россию. То есть не только Краснодар, чтобы играл, а Хабаровск одновременно с Краснодаром, одновременно с Москвой, Питером и 60 городами, и посмотреть, кто же действительно победил. И вот те, кто побеждают, это, можно сказать, что выиграли всю Россию. Сколько одновременно человек или команд могут принять участие? Бесконечное множество. То есть как у тебя интернет тянет, да? А может это быть корпоративным развлечением? Да, естественно, все больше и больше набирает обороты именно корпоративный отдых, потому что это не просто объединение компаний. Это объединение компаний, так скажем, на интеллектуальном фоне. Вот так. Мы просто пришли, бокалом длина чокнулись. А еще есть ли, ну то есть вот для отдельных личностей, скажем так, для друзей, для компании? А еще какие-то есть? Есть, есть, да. Вы можете зайти на сайт, выбрать одну из 50 игр, то есть тематических, вот как вы сказали, хотите поиграть в Гарри Поттера? Пожалуйста. И играть всей семьей. То есть посадить всех родных, налить чаю и поиграть в квиз по Гарри Поттеру. Или именно по 90-м, как мы с вами пробовали. То есть проверить, кто мама, папа или бабушка, дедушка все-таки знают больше про 90-е. В общем, множество вариаций именно поиграть. Друзья, играйте в викторины, развивайтесь, вспоминайте. Ну, кстати сказать, это может и мотивировать. Ты, допустим, сегодня проиграл, и тебе интересно узнать про 90-е. А вы оставайтесь вместе с нами, друзья, не переключайтесь. Это хорошее утро. Если вдруг пропустили это интервью, можете пересмотреть наш сайт Кубань24.TV. Поэтому никуда не девайтесь, никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.